Женщина, которая должна лежать была в этом городе. Ее одежда. Подходим к гробу и мы видим то, что гроб наш, одежда наша, фамилия, отчество на кресте наша, дата смерти, дата рождения, но женщина не та. А вины здесь абсолютно не видите? Нашей вины здесь нет. Нашей вины здесь нет. Выдали санитары согласно цвету гроба, согласно записке, которая вот, они, значит, когда одевают, вот эту записку открывают и кладут на гроб, что фамилия соответствовала одежде. Одежда-то соответствует, а тело-то не то. А тело-то отдельный пакет не напутил. Они не заметили и пошло дело. И дальше пошло крутиться уже по сценарию. Пока вторые родственники удивились, почему бабушка не та. И оказались более внимательны. И они увидели, что бабушка не та. И началось расследование. Ну, как бы извинились перед ними за этот случай? Конечно. Само собой. Это что же, это же все переживания. Ну, а скажите, вот по отношению к санитарам, которые перепутали пакеты, как вы говорите, какие-то ему последуют? Что-то будете с ними увольнять там или что-то? Я думаю, надо объявить им, конечно, выговоры обязательно, чтобы они, это самое, впредь были внимательнее, читали фамилии. Там и начиналось-то с одной, 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 с другой, с одной, с другой, с другой. Касьяна, что-то здесь им маленько заработалось. Первый случай такой. Полагаю, что виноват в этом некрополь, так как осуществляет деятельность косметическую, санитарную. Ну, чтобы для этого сделать, значит, нужно с правоохранительных органов разрешение и с ФБУС справку. Вот как только эти документы получим, значит, сделаем изгумацию и перезахоронение. А вот в Некрополе говорят, что виноваты санитары, вот виновата во всем больница. Ну, дело в том, что на санитарах легче всего валить, потому что дело в том, что Некрополь, как таковое, она занимается санитарной работой, косметической работой, а также облачением покойного. Так что это уже их вина, чисто, целиком и полностью. Я предположить не могла, что я вот, мне уже 57 лет, я не слыхала даже так, что такой случай может быть. Я и мужа хоронила, и как бы отца, ну, все, ну, не могла я такого предположить. Но сомнения у меня все равно было. Я позвонила брату, мы посмотрели документы, нашли квитанцию на отпевание, не нашу, а вот той женщине, другой. Там похороны, у нас похороны были 11-го, там похороны на 12-е число. Ну, посмотрели, где отпевание будет, там написано Леонтьева. Ну, чтобы нам душу-то самим-то успокоить, говорю, поехали, посмотрим, кого отпевают. Мы поехали в Леонтьево, там никого нет, приехали в собор. Уже позвонила та женщина, которая, поход, занималась нашими похоронами, что приезжайте в морг, что перепутали. Вот у меня брат чуть не умер в машине. А скажите, а вот в самой церкви, вот когда вы увидели маму, лицо было совершенно не похоже, что ли, вот у вас сомнения? Как так получилось, да, что не узнали вы. Не ваша мать. Вы знаете, там у нас был лоточек такой, ажурный, куплен, вот. И закрыт был и лоб, и до подворотка она этим покрывала, и там один нос, а носы похожи. Как бы, я руки смотрела, такие же вроде, как пальцы, но, ну, понимаете, я просто не могла предположить, и как, с каким вопросом, куда бы я пошла. Я вот не соображала в тот момент. И была сильно загримирована, да? Ну, как бы, вот, все морщины разглажены, человек уже 86. Я говорю, она никогда не красилась, зачем-то ресницы накрасили, как-то подтянута, но рот такой же, как и валивший. Ну, но заострился на нос, как бы, похоже, понимали. Ну, думаю, неужели я потом уже, неужели так человек может измениться после смерти? А то, что не наше тело положено, я даже предположить не могла. Вот так получилось. Единственное, просил своей структуры, вот, муниципальной, чтобы они все делали по закону. То есть там были попытки, как бы, да, договориться, давайте потихонечку мы сейчас выкопаем, потихонечку перекопаем, потихонечку. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это не только, что, ну, как бы, моя позиция как головы, да, а это, представьте, родственников, которые вот это все, это же, это же мы, когда вот происходит подобное в семье там где-то, мы же сейчас в стрессе. И вот каждый такой момент связан с ритуальными, с этими делами уже тяжело для людей, психологически тяжело. И еще, как глава, хочу сказать, у меня таких социальных напряжений, вспышек таких, мне совсем не нужно. Спасибо.